Пить в области стали меньше, по крайней мере, то, что пить опасно. Речь о непищевой продукции. К такому выводу пришли сотрудники Роспотребнадзора. С начала года они проверили больше 50 торговых точек в регионе. Изъяли 2,5 сотни флаконов различных спиртосодержащих жидкостей. Напомню, запрет на продажу такой продукции действует с 23 декабря. Тогда Федеральный Роспотребнадзор ввел ограничения на месяц. Затем имморандум продлили еще на 60 дней. Сейчас розничная продажа таких так называемых перчиков, фуфыриков и лосьонов до сих пор запрещена на территории всей страны. Наша съемочная группа проверила, соблюдаются ли требования в Кирове. Первая точка, куда отправился наш тайный покупатель, это Бакалея. Магазин расположен в жилом доме на Романа Ердякова, 18. На съемке есть продажи? Да, есть. А, какие? Медовый и перец. Как говорится, выбор на любой вкус и цвет. А, главное, цена по карману. 25 рублей за флакон. Приобрести вот такой тоник с экстрактом красного перца труда не составило. Я сказал перец. У меня досталось под прилавкой и спросил, сколько. Я сказал, два. А из под прилавка, то есть на витрине нет? Нет. Совершить покупку во второй раз, но уже при камере не получилось. Продавец Людмила Михаилян заявила, под прилавком у нее ничего запрещенного нет. Да и мужчина с перчиком ей показался незнаком. Вот это я в первый раз вижу. Мало что, вы знаете, они какие хитрые. Они могут все, что угодно наговорить. Перчики вы выдаваете кому-то подавать? И кому не подавать? Нет. Без понятия. Мы ничего не подаем запрещенного. У нас уже были, приходили милиционер, участковый предупреждал. Вот это волнение всегда есть при любом, при любой проверке. Хотя и ничего нет, но все равно волнение есть у каждого. Разволновался от происходящего в магазине и другой покупатель. При виде камеры желание купить запрещенный лосьон резко пропало. Даже поначалу этот мужчина прикинулся непьющим, но сдержаться при виде перчиков не смог. Я не пью такое. Даже по телевизору передают, что травятся. А что, хотите угостить? Не, я могу вас угостить? То есть вы пьетесь все-таки? Подождите, подождите. Одну оставьте? Я тебе скажу, продают. Все, только две. Продают? Продают. Народ говорит, кто живет здесь, говорит, это что это такое? Никакого контроля за этой точкой. Тут, говорит, видела парней, вот выходили, рассовывали пузырьки. Вот эти боярышники-то, пузырьки-то. Здесь такие пузырики называют по-другому. Спиртосодержащая, не пищевая продукция. Годится она только для наружного применения. Состав специалисты областного Роспотребнадзора изучают в лаборатории. И по всем признакам пить такие жидкости недопустимо. В Кирове массовых отравлений еще не было. А вот единичные случаи встречаются. Так, в январе прошлого года лосьонами отравились более 80 человек. Среди них 49 жителей области погибли. В этом году смертность от употребления перчиков снизилась почти в три раза. В 2017 году всего лишь 32 случая. Из них только 18 с летальным исходом. То есть мы считаем, что это напрямую связано как раз с работой, с действием данного постановления. 26 марта вообще нельзя продавать. Ну лосьон какой-нибудь. Ничего нет. Даже трону в одеколонной нет. 10, 15. Что-то перепутали. До 26 марта вообще нельзя торговать. Сейчас сказали, кто не подойдет. Кто сказал, что это неправда, значит, это сплетни. Это анонимка. По данным жителей Костина, среди тысячи мелочей в этом ларьке все же есть и запрещенные лосьоны. Продаются ли здесь шкалики, уже выяснят сотрудники полиции и специалисты Роспотребнадзора. Свою контрольную закупку они проведут из Бакалея на Роман Ердякова, 18. Сообщить о торговле перчиков можно по телефону горячей линии Роспотребнадзора 40 67 24. Ксения Фрик, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвичи.